Добрый день, господа! Добрый день, подписчики! Любой владелец Витара, если спросить его, какая проблема является самой глобальной на его машине, не раздумывая, ответит. Передний мост. То есть это касается любого человека, который столкнулся с неисправностью такого рода. Причем неважно, какого года будет его автомобиль. То есть будет это кузов SQ вот такой рамный, или это будет кузов JB, который пошел с пятого года. Ну, писать будем одним дублем, не обессудьте. Будем перемещаться, показывать, смотреть. Сейчас у нас просто получилось так, что есть некоторое время для записи ролика. То есть утренние машинки мы уже сделали, а дневные еще не приехали. Итак, вот Кирилл Андреевич, покажи. Есть у нас здесь джентльменский наборчик, который состоит из разнообразного вида передних мостов. Ну, владельцы автомобилей JB кузовов, те, которые с 2005 года, можете, в принципе, перемотать дальше на свой мост. Начнем со старых. Значит, итак, основная проблема моста на старых кузовах до 2005 года. Вот сейчас я беру в руку привод. Это правый привод, то есть тот, который входит непосредственно в сам дифференциал. Этот мост, он нормальный. Поэтому, если я вставлю сейчас гранату привода, вы увидите, что люфта в нем нет. То есть так должно быть. Но, по факту, бывает обычно вот так. То есть я, естественно, не могу показать это на нормальном мосту, но будет вот такое вот движение на погруженный внутрь граната. Значит, из-за чего это происходит? Из-за естественного износа. То есть внутри моста есть вот такая вот деталь. То есть непосредственно блок сателлитов, и вот там вот внутри есть еще шлицевая часть. То есть именно та, куда входит непосредственно шлицами привод. Выход из строя этих частей, то есть непосредственно износ зубьев внутренней гранаты привода и износ зубьев самого дифференциала дает этот эффект. То есть как бы появляется люфт, соответственно, разбивается сальник, и начинает течь масло. Это первая неисправность, самая популярная. Как с ней бороться? Так как вот здесь есть, ну, можно вот здесь показать. Вот, Кирилл Иванович, покажи поближе. Это сиуминовый чулок. Здесь есть вот такая вот часть, куда ставится непосредственно сам сальник. Вот сюда же, за сальником сразу, можно установить ремонтную втулку. То есть выглядит, это будет, ну, покажу вот сюда. То есть, грубо говоря, вот за сальником, вот здесь стоит свободное место, вот пальцем я его сейчас трогаю. Вот это. Здесь будет стоять втулка, которая как раз и уберет вот этот вот люфт. Проходите, пожалуйста, что займет с вами. Вот. Для чего это делается? Значит, основная цель заключается в том, что нам надо сохранить целый мотоцальник. То есть убрать утечку масла из переднего дифференциала. Добивается, скажем так, достигается это только таким способом. Потому что по мере эксплуатации растет износ сопряженных плоскостей привода и самого редуктора. Это первая проблема. Значит, вторая проблема. Как вы видите, чулки и сами корпуса бывают разные. То есть то, что лежит на столе, это чугунный мост. То есть чулок выполнен из чугуна, хвостовик переднего дифференциала, соответственно, тоже сделан из чугуна. Есть вот такие вот силуминовые. И силуминовых больше. Почему? Потому что чугун ставился на версии 2.5 с передаточным числом 43 на 10 и на XL7. Это правильно. Вот такая конструкция моста, она рассматривается с 99 по 2003 год. С третьего года пошел уже немножко другой мост электрический. Вот такого образца. Давай сразу тогда поговорим о его отличиях. Значит, основное отличие заключается в том, вот отсюда, дай картиночку. Что здесь полный привод достигается путем перемещения, скажем так, путем включения посредством электромотора. Вот этого. Значит, если говорить о дорестайлинговых мостах, надо помнить о том, что они не любят чего. То есть как появляются трещины. Почему у меня здесь в руках новый чулок? Почему люди их покупали, покупают и будут покупать? Потому что они не читают инструкцию, господа. В инструкции написано, что машина оснащена частичным полным приводом. То есть part-time, часть времени. Когда вы переводите рукоять раздатки в положение 4H, вы подключаете передний мост. Если в этот момент вы буксуете, то есть когда вы включили полный привод, ваши колеса стоят не прямо, а в крайнем положении правом или в крайнем левом. И при этом нет зацепления на одном из колес. Оно, соответственно, по принципу свободного дифференциала вращается с большей скоростью. Что с ним происходит в тот момент, когда, наконец-то, вы догрызаетесь до грунта, за который оно может зацепиться. Она резко цепляется за него и идет рывок. Этот рывок передается через вот этот вот, покажи, промежуточный вал. То есть вот он, к нему подходит привод. Из привода нагрузка идет на промежуточный вал. Следует удар, и чулок трескается, как правило, в этой части. Значит, в том случае, если у вас изношен непосредственно сам дифференциал, в момент ударной нагрузки у вас может помимо чулка оборвать еще сам хвостовик. И вот в этой его части, покажи, Кирилл, появится трещина. То есть сообразно, редуктор придет в нерабочее состояние, вам придется либо перебирать его, либо менять. То есть перебирать с заменой, собственно, вот этих вот частей. Значит, принцип действия самого моста. Значит, вот здесь вот, если вы присмотритесь, есть активатор переднего моста, по науке это называется. Вообще, как бы это обычная диафрагма с резинкой внутри. Через этот шланг подается воздух. Значит, воздух нагнетает вот, собственно, вот такое устройство. Оно стоит на усилителе переднего бампера. Это мотор включения полного привода. Значит, как мотор понимает, что ему надо докачивать? Такой частый вопрос у нас как бы бывает. Значит, за это отвечает вот этот девайс, это блок управления двигателем. То есть надо понимать, что у вас, если есть у вас проблемы с передним редуктором, есть проблемы с включением, не всегда дело связано с воздухом. Иногда, редко, нечасто в этом виноват сам мозг, потому что как бы есть участок в нем, который отвечает именно за полный привод. Значит, что включает всю цепь? В тот момент, когда вы ручкой раздатки выбираете режим 4H или 4L, вы замыкаете на раздачной коробке вот такие вот лягушки. То есть вот так это выглядит. Сообразность лягушки идет сигнал через проводку. Ну, там есть еще блок управления полным приводом, но он, в общем, вечный. За 13 лет мы ни разу его не поменяли никому. Значит, идет, грубо говоря, если упрощенный сигнал на мозг, с мозга идет сигнал на, соответственно, как бы моторчик. Моторчик начинает качать, диафрагма срабатывает, замыкается, и вы поехали. Значит, начинает вращаться, как бы передаваться крутящий момент от кардана на колеса. Это по поводу того, что можно сказать о старых мостах на машинах до 2005 года и их проблемах. Значит, как продлить жизнь? Да элементарно. То есть, собственно, как бы вы просто берете и не отдаете много газа в крайних положениях в рулях, в левом и в правом. И постоянно следите за сальником. Этот совет, он, кстати, будет верным и на новых кузовах, потому что там проблема, по сути, одна. Но об этом чуть позже. Ну что же, теперь поговорим о новых мостах. Вот этот вот воющий звук, который появляется на этих машинах, а выглядит это, кстати, вот так. Вот этот вот воющий звук как раз и есть. Признак того, что мост вышел из строя. То есть, вот его картер, как бы, если прислушаться, вот эти вот звуки под сброс говорят о том, что его пора менять. Ну что ж, господа, если говорить о передних мостах на новых Витарах, ну как на новых с пятого по пятнадцатый год, здесь все гораздо проще, чем там. Нет никакого воздуха. От слова совсем. Потому что эти машины оснащены постоянным полным приводом. То есть, у вас полный привод работает всегда. И убивает, по сути, по-своей их только одно. Отсутствие масла. То есть, есть сальники, за состоянием которых надо следить. Датчика уровня масла в картере, моста, нет. Объем заливки, ну, порядка 900-950 грамм. Значит, важно понимать, что туда залить и как за этим следить. Что заливаем туда мы? Значит, в инструкции по эксплуатации написано 80В90, вязкость масла. Были люди, которые в России заливали такие масла минеральные. Но у нас есть зима. Поэтому, скажем так, статистика не в пользу этого масла. Мостовку поменяли изрядно. У любителей, которые придерживались этой инструкции четко. Есть люди, которые заливают туда 75 на 140. Ну, дескать, это будет лучше. Статистика тоже спорная. Скажем так, за 13 лет нашей работы мы выработали другой рецепт. То есть, на наш взгляд, оптимально сюда подходит Mobil 7590 CINLS. То есть, это масло для самоблоков. Почему? Здесь ведь нет самоблока. Да нет. Но так как машина эксплуатируется на бездорожье, а на некоторых витарах есть имитация блокировок системы ЕСП, то, в общем-то, будет разумно, по крайней мере, в заднем дифференциале на 100% разумно, применять этот тип масел. Мы льем его последние 10 лет. Заливаем. И могу сказать, что количество жалоб, ну, отсутствует. То есть, еще ни одной машине, в которой было это масло, при условии его наличия в картере, мост мы не поменяли. Такое лирическое вступление. Значит, что делать, если все-таки проблема с мостом произошла? Если масло вы упустили. Значит, есть два варианта. Вы можете его перебирать. Но проблема заключается в том, что правильно выставить зазор шестерен главной пары на машине, которая ездит на полном приводе постоянно, так, чтобы он не жрал сам себя и не точил собственные зуби, чтобы его не обламывало потом зубчатый вот этот вот ряд. Практически нельзя. Потому что регулировка подразумевает постоянную сборку и разборку, и замер. То есть, как бы дистанционными такими вот шайбами. То есть, на наш взгляд, есть два варианта. Если у вас нет свободных денег, то вы идете и покупаете бэушный мост. Потому что многие люди брались перебирать эти агрегаты, брали с вас денег, вот, и, собственно, как бы ничего не давали вам взамен. Значит, что дает БУ-Мост контрактный? Он дает вам возможность за 30 тысяч рублей вернуться опять в нормальную эксплуатацию. Ну, естественно, сократив сроки, при которых вы будете нормально ездить. То есть, история повторится. Вопрос времени. Узел, сами понимаете, больной и востребованный. Второй вариант. Вы покупаете новый мост. На данный момент, при нынешнем курсе, он стоит порядка, там, тысяча-тысяча сто долларов. Да, это большое уважение, потому что сейчас вся машина стоит, ну, там, 400-450-500 рублей первых годов, шестого-седьмого. Кстати, здесь надо отметить то, что после восьмого года конструкция главной пары и передние мосты немножко изменились. То есть, они стали более надежными. То есть, владельцам автомобилей после восьмого года жить все-таки немножко легче, чем на старых кузовах. Вот. То есть, в целом, как бы, имея техцентр, заточенный на ремонт автомобилей Сузуки, я бы вам рекомендовал поступить так. Не потому, что нам не нужны деньги, и мы не можем перебирать эти мосты, можем, но эффект, знаете, как в фильме «Брат-2», примерно 50 на 50. То есть, бывают случаи, когда и новые дифференциалы приходят с дефектом, и через какое-то время они начинают выть. Думайте сами, решайте сами. И запомните, что только течи на новом мосту убивают его. То есть, течи сальников-приводов и течи сальников-холстовика. Это, кстати, вот здесь. То есть, следите за этим. При соблюдении этого простого правила, то есть, постоянная диагностика, отсутствие течи на каждом ТО. Своевременная замена масла, по-хорошему, раз в 40 тысяч, или раз в 2 года, не реже, убережет вас от таких вот проблем. С вами был Клубный сервис. Соответственно, Илья, если мы вам были чем-то полезны, ставьте лайки, подписывайтесь. Внизу под этим видео вы найдете ссылочку на нашу группу ВКонтакте и на наш основной сайт. Спасибо вам за просмотр. Удачи, друзья!